друзья всем привет в этом видео ролике мы с вами снова поговорим о проекте репаблия мне очень нравится данная платформа и я считаю ее крайне перспективной поэтому хочу сравнить данный проект с некоторыми конкурентами которые сейчас есть на рынке криптовалют и рассказать чем же собственно говоря репаблия лучше тех проектов которые прямо сейчас уже в общем-то вышли на рынок но есть такая сводная таблица в которой как раз таки показаны основные характеристики всех этих проектов то есть это проекты такие как н.м. как bitcoin как а си о н и как не о так вот что отличает допустим проект репаблия то что у него нет хардфорков в отличие допустим не мои биткоина где высокая вероятность кардфорка как и все диннел кстати говоря тоже также низкая вероятность скам проектов на самом деле на биткоине такого в принципе не может быть потому что с помощью данной площадки невозможно в целом создавать другие проекты вот поэтому соответственно здесь понятно что bitcoin как бы не совсем корректно учитывать на других платформах высокая вероятность также уязвимость смарт-контрактов низкая в репаблии а допустим конкурентах на высокая опять-таки без учета биткоина но в биткоине важно понимать что в общем-то не смарт-контрактов в принципе так и пропускная способность сети высокая у соответственно проекта репаблия и низкая допустим у нео, у icone, у нем и очень низкая у биткоина ну биткоин он вообще довольно медленный и соответственно здесь в общем-то это не самая удобная валюта для использования также хищение данных пользовательских очень низкая вероятность в репаблии средняя же во всех проектах кроме биткоина но биткоине в принципе в общем-то не такой системы поэтому здесь некорректно сравнивать далее влияние на сеть отдельных пользователей в репаблии это в принципе невозможно поскольку есть репаблия айди в биткоине высокая вероятность и средняя и выше среднего в других в общем-то криптовалютных площадках также мошенничество masternode или просто нод то есть здесь это в принципе невозможно а допустим в соответственно о проекте нем биткоине и в нео это средняя вероятность ну а в icone как раз таки очень низкая то есть тут принципе тоже есть в общем-то ну скажем так небольшие плюсы но все равно несравнимо с репаблии далее переход смарт-контрактов бесконечный цикл в репаблии невозможно ну и в принципе здесь опять таки невозможные других площадках то есть тут как раз таки все площадки равны без учета биткоина в котором принципе нет смарт-контрактов далее соответственно что еще важно это важно то что соответственно здесь можно еще сказать про соответственно какие-то отдельные особенности тех или иных проектов но частности я бы отметил что допустим у нем очень общем-то низкая пропускная способность то есть 120 транзакций за минуту вот то есть опять таки все говорить про отдельные проекты то у каждого из них есть один а то несколько весомых минусов нутру стимуем это низкопускная способность у биткоина тоже есть свои минусы но допустим из таких серьезных это естественно пропускная способность та же которая еще ниже это 7 транзакций в секунду и также огромное число хардфорков это вот допустим 30 хардфорков за 17-18 год всего лишь далее проект ICON тоже данный проект в общем-то он неплох но и у него есть серьезный минус это соответственно вероятность появления скам-проектов то есть скам-проект это проект с целью мошенничества созданные то есть тоже понятно что это не есть хорошо теперь следующий проект это нео это так называемый китайский эфириум вот потому что данный проект сделан в китае и он по сути очень похож на эфир но здесь можно понимать что в общем-то централизация это главный минус данного проекта потому что блокчейн является частым что конечно же есть хорошо потому что криптовалюты в принципе стремятся к децентрализации и естественно что это противоречит принципам криптовалют также иос что про иос можно сказать таблица у него представлен но здесь вкратце тоже разбирается данная площадка тем более что это самый успешный айсё пока что потому что они собрали более миллиарда долларов на айсё но здесь важно понимать что влияние на сеть иос оказывается лишь с помощью 21 участника что конечно же тоже не есть хорошо то есть слишком уж мало людей которые влияют на все главные события следующая платформа которая здесь также оценивается это тезис то есть тут что важно что есть вероятность организации определенной группы лиц которые концентрируют у себя достаточное количество активов для того чтобы полностью влиять на сеть что тоже конечно же можем считать минусом а также что еще про эфир можно сказать что в общем-то эфир тоже по сути не идеальный то есть например здесь есть риски такие как смарт-контракт не может быть изменен после его создания и соответственно это может быть в перспективе привести к соответственно потере средств если допустим смарт-контракт сделан с ошибкой что конечно же нельзя исключать но также еще про платформу waves тоже рассказывается waves тоже в общем-то неплохая платформа она в общем-то позволяет создавать токены но тем не менее поскольку тут легко создавать токены то большая вероятность проявления опять-таки скам проектов что тоже конечно же является большим минусом то есть как видим у каждого из проектов есть как минимум один а то и несколько существенных минусов и проект репаблия вот даже по этой таблице еще раз вернусь видно что он по сути практически по всем параметрам лучше всех основных киптовалют которые сейчас есть на рынке что конечно же делает его в общем-то довольно привлекательным вариантом для инвестирования ну что ж надеюсь что вам понравился мой обзор на проект репаблия на его плюсы и сравнение с другими конкурентами тогда всем спасибо за просмотр и всем пока